Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. В принципе мы разобрали все вопросы, связанные с простым стримом. Я не настаиваю на своем мнении, но не вижу необходимости что-то делать на платформах, кроме копирования оттуда ключа потока, запуска и остановки трансляций. Все решается в ОБС. Единственное, что вам еще может понадобиться вне ОБС – это запуск стрима сразу на несколько платформ. К сожалению, ОБС пока такой возможности не предоставляет. И насколько я понял, кривые способы или не работают, или работают плохо. Да и зачем кривые, если можно воспользоваться Restream.io. Это не единственный сервис, но вроде как самый адекватный. Если есть стоящая альтернатива – пишите в комментариях. Буду признателен, если это действительно стоящая альтернатива. Restream условно-бесплатный. К сожалению, самое ходовое вне YouTube – стрим на странице Facebook тут как раз в зоне платного контента. При этом стрим в личную хронику Facebook также бесплатный. У меня есть скринкаст по Restream.io, ссылка в описании, но раз уж я взялся осветить все вопросы, связанные с трансляциями в этом курсе, без Restream обойтись нельзя. Хотя бы коротко. Так, ну тут у меня рабочий аккаунт. Сейчас все поудаляю и будет как у вас. Добавить канал, ну то есть площадку, куда вы планируете вещать. Понятно, что YouTube number one. Подключить или настроить вручную. Подключить – это значит подключить канал и запускать стримы автоматически. Я уже говорил, что это неверно. Стримы нужно делать с анонсами, а с анонсами это значит настроить вручную. Ну и тут, я думаю, все понятно. Нам нужен линк и ключ потока. И вообще запомните это достаточно простое правило. Какая бы внешняя программа или сервис не пытались запустить стрим в одном из ваших каналов, будь то OBS или Restream или еще что-то, она то есть программа должна быть опознана. Ну то есть условно YouTube должен знать, что это именно вы ведете трансляцию с помощью OBS или Restream. Для этого он дает вам ключ потока и считает, что тот, кто знает этот ключ, имеет право вещать на вашем канале. Ну и соответственно в данном случае мы берем ключ потока из запланированной трансляции и берем URL. Берем его отсюда. Тот, что внизу, он по-моему не работает. А может и работает, не помню, я беру отсюда. Вставляем. Окей. Эту процедуру вам нужно будет проводить всякий раз при запуске запланированного эфира в YouTube, поскольку ключи URL всякий раз меняются. А вот с Facebook, например, проще. Вы один раз свяжете Restream со своей страницей Facebook и всякий раз запуская эфир в Restream он будет автоматически запускаться на вашей странице. Причем видите, я говорил, что трансляция в группу или на страницу на бесплатном тарифе невозможна. Только в личную хронику. Тут это называется персональный профайл. Ну и все. Все готово. Самое простое, то, чем я не пользуюсь и вам не советую, можно запустить эфир с помощью веб-камеры. Разрешаем использовать камеру и микрофон. Проверяем, как все выглядит. Выглядит все хо-ро-шо. Go Live. Все. Сейчас мы в прямом эфире в Facebook и в YouTube. Поговорили. Закончили стрим. Все. При этом, видите, в YouTube он не завершил трансляцию автоматически, хотя должен был. Лучше на всякий случай пробежаться по соцсетям и проверить, вышел ли он из эфира. Ну да, здесь вышел. Но понятно, что раз уж мы добрались до шестого урока, а движемся от простого к сложному. Запускать эфиры с помощью веб-камеры, пусть и через рестрим, это не достойно отцов русской демократии. Конечно, нам нужен ОБС и можем ли мы его прикрутить к рестрим? Да. Опять же URL и ключ потока. Я говорил, что с ключами можно запутаться. В данном случае уже рестрим должен понять, что ОБС, которая вещает куда-то там в пространство, это ваш ОБС. Это вы вещаете. Поэтому теперь уже он дает вам ключ потока и говорит вставьте его в ОБС, и я пойму, что это вы. Соответственно, берем URL и идем в ОБС. Кстати, рестрим тут, по-моему, есть предустановленных, но уж ладно. Сделаем ручками. Сюда URL и сюда ключ потока. Применить. Ок. И запускаем трансляцию. Все. Трансляция пошла в монитор. С задержкой. Это нормально. И на те площадки, что мы указали. То есть в YouTube и Facebook. Есть ли связь с ОБС? Есть. Остановили трансляцию. Все, трансляция остановлена. Можно опять же пробежаться по соцсетям, посмотреть. Да, здесь остановлено. А в YouTube можно и не заходить, потому что ее там и не было. Сейчас у нас в настройках рестрим стоит ключ потока и URL от предыдущей трансляции. Она уже прошла, значит мы вещали в пустоту. Запомните правило. В YouTube нужно всякий раз менять URL и ключ потока. То есть брать их в новой запланированной трансляции. Что-то Facebook говорит, что мы онлайн. Это глюк какой-то похожий. Ничего мы не онлайн. Ну да, и Facebook тоже тишина. На всякий случай отключим здесь. Так, кстати, вы выбираете, на какие платформы будете вещать. То есть добавить сюда можно кучу разных каналов. Вконтакте можно вещать и в группы. Во все, где вы являетесь администратором. И соответственно эфир пойдет сразу во все каналы, которые у вас добавлены в левой колонке. Если вы не хотите вещать в какой-то из каналов, вы его здесь просто отключаете. А потом, если захотите, заново подключаете. А можно отключить все разом. И оставить какой-то один. Вот такое простое и бесплатное решение от Restream. Еще раз, условно бесплатная, к сожалению. Страница Facebook – вещь востребованная, по меньшей мере ради этого возможно придется брать платный тариф. Но в остальном все необходимое есть в бесплатном, поскольку все дополнительные функции Restream вам не нужны. Все, что вам может понадобиться, есть в ОБС и к ОБС мы, собственно, вернемся в следующем уроке, но уже на продвинутом уровне.